В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. Игра в пятнашки или необходимость к уборке областной столицы от снега подключились полицейские. Минувшей ночью вместе с сотрудниками коммунальных служб они опробовали новый пока для Самары способ временной эвакуации автомобилей. Но повезло не всем автовладельцам. Некоторые утром свои машины на месте не обнаружили. Оно и понятно. Не надо было нарушать правила парковки. В Самаре, минувшей ночью, сразу на нескольких улицах дорожные службы переставляли припаркованные у обочин автомобили. Чтобы снегоуборочная техника качественно могла убрать снег с проезжей части, городские власти пошли на кардинальные меры – временное перемещение автомобилей. Если стоят припаркованные машины, то сдвигание, прижимание снега получается неэффективным. Когда днем машины выезжают с приладковой части, этот снег обратно растаскивается по всей проезжей части. Естественно, днем мы видим нулевой результат нашей работы. На участках, где дорожные знаки не установлены, водители не нарушают правила дорожного движения, но, тем не менее, мешают проведению снегоуборки. Поэтому администрация городского округа вынуждена тоже применять такие меры, как просто временное перемещение на месте этих автомашин без их эвакуации, без привлечения водителей к ответственности. Автомобили, припаркованные без нарушений, аккуратно поднимают и возвращают на место после того, как спецтехника убрала снег. Для хозяев машин процедура без последствий, в отличие от водителей, нарушивших правила парковки. Каждую ночь службу эвакуации отводят на штрафстоянке более 20 таких автомобилей. Действительно, посмотрите, какое безобразие. Даже вот мы проезжали, машина вообще полностью завалена снегом, там огромный сугроб. Естественно, здесь нарушение правил дорожного движения. Вот этот знак, он 327 запрещает остановку у стоянки транспортных средств. Штраф будет 1500 рублей за конкретный знак. Минувшей ночью эвакуировали на штрафстоянке автомобили, припаркованные в неположенное время. Автовладельцы проигнорировали запрещающий знак на нечетной стороне улицы. Там нельзя парковаться с полуночи до 7 утра. Самарцы к эвакуации машин отнеслись с пониманием. В проезжей части более-менее, если еще как-то убирают, то крайнюю правую полосу практически невозможно по ней проехать. Ну, конечно, водителей тоже понять можно, потому что в дворах тоже не всегда хватает места. Но, тем не менее, знаки если вешают, то надо, наверное, соблюдать. Городские службы говорят, на борьбу с машинами-подснежниками теперь будут выходить регулярно. По словам дорожников, только так можно расчистить дороги полностью. Нынешняя зима уже побила прошлогодний рекорд по количеству выпавшего снега. Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События. Ну, работа продолжилась и днем. Зам.руководителя департамента благоустройства и экологии города Игорь Рудаков ведет подробный фотоотчет в Твиттере. Сотрудники коммунальных служб чистят посадочные площадки, тротуары. Уже приведены в порядок остановки на Солнечной, на Кряжском шоссе, расчищены лестничные спуски на путепроводах 22-го партсъезда, Казачий, а также тротуары на Победе, Куйбышева, Авроре. За нерасторопность управляющим компаниям придется раскошелиться. Не почистили снег, не вывезли мусор, не сбили сосульки с крыш. Все нарушения недоделки со стороны частных коммунальщиков фиксируют административные комиссии. Они есть в каждом районе Самары. На нарушителей составляют протоколы. Снежный январь не дал насладиться новогодними праздниками коммунальщикам. ЖКС почти каждый день выводила на борьбу со снегом весь штат дворников и всю технику. На расчистку кровель выходили 20-25 бригад. В рабочие дни работа усилилась, тем более, что и небесные канцелярии не скупятся на снежные осадки. На сегодняшний день мы где-то порядка 70-80% территории расчистили по всем районам. Я предполагаю, что к пятнице мы должны с этой проблемой справиться. По расчистке территории сегодня мы привлекаем не только свою технику, но и привлекаем нанятую технику. Расслабиться управляющим компаниям не дают районные административные комиссии. Все недоработки со стороны частных коммунальщиков они берут на карандаш. Ежедневно сотрудники комиссии объезжают территории и фиксируют нарушения. Среди самых частых – несвоевременная расчистка крыш от снега, сосульки, нерасчищенные дорожки к подъездам и дороги во дворах, а также несвоевременный вывоз мусора. Только в железнодорожном районе составлено более 120 актов об административных правонарушениях. Вообще, конечно, это много. За праздничные дни у нас такая ситуация. Но еще и снегопад сидит с погодными условиями был так, что не успевали работать с коммунальной службой. Поэтому это много, конечно. Расчистить внутриквартальные дороги коммунальщики обязаны в течение пяти дней после снегопада. И следить за крышами, не допускать нарастания толщины снежного покрова больше 40 сантиметров. И те, кто не успеет справиться со своей работой, будут наказаны рублем. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин. События. Тем временем в борьбе за парковочные места самарцы готовы на все. Нечищенные дворы обострили ситуацию. Некоторые автомобилисты уже перешли к крайним мерам, протыкая друг другу шины. Подобные истории появились в интернете. Дмитрий Клинышков, житель одного из домов на пересечении Солнечной и Седьмой просеки, рассказывает, в его дворе особо сообразительные забили себе места на общей парковке, поставив ограничителя. Пока хозяина не было на месте, припарковался Дмитрий, за что и поплатился. Наутро обнаружил колесо на своем авто проколотом. А уже вечером автомобиль владельца ограничителя невозмутимо стоял на отвоеванном месте. Вопрос еще в том, насколько законны рядом с жилым домом парковочные барьеры. Впрочем, постепенно жизнь после снегопада в Самаре налаживается. Трактор доехал и до отдаленных уголков областной столицы. Более того, микрорайон Крутой Ключи стал социальнее. Здесь открылся дополнительный офис управления соцзащитой и поддержки населения. Раньше местным жителям, чтобы оформить детские пособия или субсидии, приходилось ездить аж в другой район. Ездить в другой район за социальными выплатами было крайне неудобно. И времени много уходило, и сил, делится ветеран труда Мария Царева. Открытие единого социального окна буквально в двух шагах от дома стало настоящим подарком для жителей микрорайона Крутой Ключи. Очень даже хорошо в шаговой доступности. По этой улице живу недалеко. Позаботились о нас, о пенсионерах никуда ездить не надо, будем сюда бегать. Впечатлила отзывчивость персонала и быстрота оформления документов, рассказала первая посетительница нового офиса управления социальной защитой и поддержки населения Красноглинского района, который расположился на бульваре Евгения Золотухина в Крутых Ключах. Ранее местным жителям приходилось ездить за 7 километров в офис в поселке Управленческий. Более 22 тысячи жителей проживает на настоящий момент в этом микрорайоне и уже почти 10% жителей претендует на социальные выплаты. Поэтому открытие такого окна значительно упростит процедуру получения выплат и сократит время людей для того, чтобы оформить необходимые документы. В новом офисе можно получить более 120 социальных услуг, оформить выплаты и пособия, предусмотренные областным законодательством и городские субсидии, в том числе компенсацию части оплаты за коммуналку. Это и детские пособия, начиная с детских, их достаточно много. И здесь хочу сказать, что проживает очень много, большое количество семей с детьми как раз. Кроме тех мер поддержки, которые мы оказываем в рамках переданных полномочий, мы еще оказываем дополнительные меры социальной поддержки, которые финансируются с городского бюджета. То есть это в рамках муниципальных программ, это различные доплаты, единовременные выплаты на ремонт, в том числе и ветераны могут получить здесь эту помощь. Мамам с детьми, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам, категориям жителей, которые чаще всего обращаются за социальными выплатами, должно быть комфортно даже в очереди. В новом офисе постарались предусмотреть все – и мягкие диваны в зоне ожидания, систему электронной очереди, кондиционеры, пандусы. Такими же красивыми и комфортными должны стать все помещения районных управлений соцзащиты в Самаре, многие из которых уже отремонтированы, остальные – в планах на ремонт в ближайшее время. Марина Кравцова, Павел Просняков, События. Сразу три новых малоформатных физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами могут появиться в Самаре. Их планируют разместить в Куйбышевском железнодорожном и промышленном районах города. Начало строительства запланировано уже на этот год. С ростом интереса самарцев к занятию различными видами спорта встает вопрос шаговой доступности спортивных объектов. В первую очередь они появятся там, где потребность в них наиболее высока. К примеру, в Куйбышевском районе Самары единственный бассейн находится в нерабочем состоянии. В ближайшее время здесь появятся новые физкультурно-оздоровители – комплекс с бассейном. Новый спортивный объект построят и в железнодорожном районе, на территории парка Щерса. Старые районы города плотно застроены, поэтому сооружения должны быть максимально компактными. У нас город очень большой, очень многообразный. И, безусловно, у нас есть территории, где эти физкультурно-оздоровительные комплексы, малоформатные, с бассейнами, но, тем не менее, безусловно, востребованные. Они будут совершенно к месту. В промышленном районе Самары Фокс бассейном появится на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп». Все три объекта будут спроектированы по уже имеющимся и отработанным стандартам. В новых бассейнах можно будет не только тренироваться, но и проводить соревнования. Городские власти уверены, площадки станут хорошим подспорьем для подготовки спортсменов профильными школами Олимпийского резерва. Нам крайне важно сейчас обновлять материально-техническую базу и создавать новую материально-техническую базу для наших спортивных школ. У нас 13 школ Олимпийского резерва работают в городе. Нам крайне важно, чтобы в Самаре появлялись новые и новые спортивные объекты. И особенно это важно по передовым видам спорта, по базовым видам спорта, к которым, безусловно, относятся и плавание, и синхронное плавание. Поэтому на сегодняшний день именно бассейны нам даже важнее, чем универсальные спортивные залы. Финансировать строительство спортивных объектов планируется из нескольких бюджетов городского, областного и федерального. К строительству трех физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном планируют приступить уже в этом году. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. И к новостям культуры. В Самару приехал Игорь Тальков, полный тезка и сын известного музыканта. Спустя 23 года после гибели отца он продолжает его дело. Пишет свои песни, но всегда рад исполнить хиты кумира миллионов россиян. Юлия Черняева искала общие черты двух Тальковых. Я вижу, я снова бежу тебя такой. Дерстный миленький, что мой покой. Присоединиться к уличным музыкантам во время прогулки по центру Самары для Игоря Талькова – обычное дело. Сын знаменитого отца сегодня и сам известный музыкант, аранжировщик, автор песен. Привез в наш город новую программу «Два барда, два мира». Красивый город, отзывчивые люди. Сегодня на концерте поймем, насколько близко то творчество, которое я буду показывать. В Самару Талькова-младшего пригласил давний друг – уральский музыкант Виталий Голущак. Решиться на совместный акустический тур ребятам было несложно. Актуальные темы песен, искренность и готовность экспериментировать помогли родиться новому проекту. Я вообще очень люблю Волгу, Самару, Тольятти. У нас в Тольятти появилось очень много интересных друзей, таких надежных. В Самаре у меня всегда были друзья. Поэтому я очень надеюсь, что сегодня будет, как и всегда, теплый, душевный вечер. В музыкальном магазине Игорь Тальков своим примером легко развенчал известный миф – на детях гениев природа отдыхает. Играла и звенела все, что попадало в руки артиста – гитары, барабаны и, конечно, любимые клавиши. Юлия Черняева, Максим Гусев, События. Самарская областная библиотека отметила сразу три знаковых события. День Самарской губернии, 155-летие самой библиотеки и 200-летие со дня рождения ее основателя, почетного гражданина Самары, второго самарского губернатора Константина Грота. Павел Баймаков продолжит. Евгений Малевич большую часть жизни посвятил науке. Вот уже более полувека профессор, академик, преподает студентам. Сейчас заведует кафедрой социологии и политологии в Самарском госуниверситете. Своим знанием, признается Евгений Фомич, благодарен Самарской библиотеке, в которой провел немало часов, после чего написал множество научных работ, учебников и лекционных курсов. Они полтора века отмечают свои юбилеи. Третья часть этого юбилея – это мой юбилей. 50 лет из этих полтора-ста лет они вместе со мной отмечают сегодня. За 155 лет Самарская областная библиотека из небольшой читальни, в которой было всего около сотни книг, превратилась в хранилище произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей. Основал библиотеку почетный житель Самары, второй самарский губернатор Константин Грот. Его старания были продолжены. Сейчас в стенах библиотеки хранится порядка 5 миллионов книг, исторических документов и учебников. В нашей библиотеке можно найти очень ценные и достоверные источники по различным отраслям знаний. Часть источников сродни практически, то есть имеется в единственном экземпляре на территории нашей области. Кроме того, в нашей библиотеке имеются редкие ценные здания. Например, там одна из пяти книг, которые есть на территории Российской Федерации. Нужную информацию здесь находят люди разных профессий и возрастов. Некоторых сюда манит какая-то особая, по их словам, энергетика стен. Библиотеки дают несколько больше возможностей, чем обычный интернет, поскольку именно занятие в такой обстановке способствует лично для меня лучшему запоминанию, лучшему усвоению материала. Мы вообще самая читающая страна в мире. И все наше творчество вообще, все истории нашей Руси, России нашей великой, говорит о том, что основа государства, она, конечно, приходит через любовь к отчизне и через творчество. На сегодняшний день услугами Самарской областной универсальной научной библиотеки пользуются порядка 50 тысяч человек и с каждым годом число читателей растет. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Творческий подарок жителям города преподнесли участники объединения «Мастерицы». Выставка «Старый Новый год» открылась в Самарском районе. Около ста работ, среди которых новогодние аксессуары, сувениры и игрушки. В атмосферу праздника окунулась Юлия Север. Новогодние игрушки, предметы одежды, быта и интерьера. Выставка «Старый, Старый Новый год» собрала лучшие работы творческого объединения «Мастерицы». Здесь есть и текстильные куклы, кружево ручной работы, вышивка гладью и крестиком. Я тоже, когда просмотрела эту выставку, увидела, что она в разных техниках. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что все-таки это самодеятельное народное творчество. Сама я, просмотрев эту выставку, я вспомнила, честно говоря, себя. Вспомнила, как бабушка меня учила, когда-то в детстве на каникулах. Нашивать крестиком, петелки какие-то, салфеточки какие-то. Любовь Анатольевна росписью по стеклу занимается уже 7 лет. Личная коллекция «Мастерицы» насчитывает десятки работ. Но на этом останавливаться не намерена. В новом году мечтает освоить новое дело. Здесь вологодское кружево есть. Вот этим я хотела заниматься. Это очень достойный вид рукоделия. Большинство участников выставки рукоделие освоили относительно недавно. Однако не восхищаться их работами невозможно. Столько в них нежности и тепла. Работы, конечно, очень понравились. И то, что просто такие, как сказать, люди, которые вышли на пенсию. Кто-то работал бухгалтером, кто-то экономистом, кто-то техником, кто-то библиотекарем. И то, что у людей такой задор, и такие умелые руки, и то, что они умеют такие творить чудеса, это, конечно, многого стоит. Экспозиция «Старый-старый Новый год» будет работать в Самаре до 2 февраля. Юлия Север, Алексей Золотенков. События. Далее смотрите «Новости экономики». А у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагис». Для индексации пенсии потребуется дополнительно 77 миллиардов рублей. Изначально правительство намеревалось потратить на индексацию пенсии 148,5 миллиардов рублей из расчета инфляции в 7,5%. Однако реальная инфляция составила 11,4% и теперь придется потратить 226 миллиардов рублей. Средний размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 февраля увеличится на 522 рубля и после индексации составит 5104 рубля. Сабинбанк прекратит обслуживание банковских карт с 31 января текущего года. Прекращается также работа сервиса удаленного доступа Сабиндирект. Чуть больше месяца назад банк прекратил выпуск новых банковских карт, объяснив решение намерением сосредоточиться на работе с юридическими лицами. Операции с банковским счетом будут доступны в отделениях банка. Также можно будет осуществлять денежные переводы, перечислять средства для погашения кредита и пользоваться другими сервисами, но без использования карт. Египет с 15 января по 30 апреля освободит россиян от уплаты визового сбора. Сейчас он составляет 25 долларов. Таким образом, египтяне хотят поощрить российских туристов на фоне валютного кризиса. С отменой визового сбора власти Египта надеются увеличить число отдыхающих из России по крайней мере на 20%. Между тем, из-за обвала рубля турпоток в Египет из России сократился почти вдвое. Ранее именно россияне составляли половину всех туристов, посетивших Египет. В среднем путевки за рубеж в рублевом выражении подорожали за год на 20%, а цена билетов выросла на 22%, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Общее падение спроса на зарубежные турпутевки за год составило 40-50%. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением котировок. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился. Рублевый индикатор ММВБ подрос до 1536 пунктов. Среди лидеров падения бумаги ТМК, Полюс Золото, Аэрофлота, Преф и Транснефти, РДР Русала и обыкновенные акции Мичелла. Среди лидеров роста – аптечная сеть 36,6, Алроса, МТС, Фосагра, Русгидра и Преф и Мичелла. Внешний фонд перед открытием торгов в России сложился негативный. Всемирный банк накануне ухудшил прогноз по темпам роста мировой экономики. При этом ВВП России, согласно новым прогнозам Всемирного банка, сократится на 2,9%. Американские биржи завершили тарги снижением основных индексов. Курс доллара на 14 января – 64,84 рубля, курс евро – 76,77 рубля, золото стоит 2582 рубля за грамм, серебро стоит 34,44 рубля за грамм, цена нефти марки Brent – 45 долларов 80 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте. В эфире новости спорта и я, Андрей Трой. Павлюченкова и Кудрявцева не прошли сквозь пешки и чань. В Самаре составят план расположения спортивных объектов. Стали известны соперники крыльев на сборах в Эмиратах. Анастасия Павлюченкова и Алла Кудрявцева не смогли преодолеть барьер первого круга парного турнира в Сиднее. Поражение россиянкам нанесли 39-летняя Квета Пешки и 21-летняя Хао Чинчань из Тайваня. Счет встречи 6-4, 4-6, 5-10. Встреча спортсменок длилась 1 час 41 минуту. За это время Алла и Анастасия выполнили 4 эйса, 3 брейка и допустили 3 ошибки при подаче. Пешки и Чань, в свою очередь, реализовали 3 брейк-поинта и допустили 4 двойные ошибки. Администрация Самары составит план перспективного расположения спортивных объектов. Этот вопрос стоял на повестке на встрече главы администрации города Олега Фурсова и руководителя департамента спорта Виктора Ольховского. Глава города поручил подготовить карту города, на которой было бы видно нынешнюю обеспеченность разных районов спортивными объектами и указаны приоритетные места размещения новых. Также департамент спорта должен сделать предложение по развитию спортивной инфраструктуры не только за бюджетный счет, но и сформировать пакет предложений для коммерческих организаций. Крылья советов на сборах в Арабских Эмиратах встретятся с футбольным клубом «Астана», который является чемпионом Казахстана. 31 января состоится игра с обладателем Кубка Казахстана командой «Кайрат». 4 февраля состоится встреча со шведским клубом «АИК», который занимает третье место в завершившемся чемпионате Швеции. Это были все новости спорта на сегодня. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова